Всем здарова! В этом видео обзоре я вам покажу новый контент, добавленный в новом обновлении Модаут 2. Это обновление еще до его выхода завоевало статус самого масштабного. Сейчас мы и познакомимся с этим масштабным обновлением. Вообще правильнее будет сказать, что это бета-тест, так как бета это последний этап перед обновлением. Но в основном, кроме исправлений пару багов, они ничем не отличаются. Итак, первое, что бросается в оба глаза, это новый ангар. Старый ангар был серой юнылы, а новый ангар засиял новыми красками. Следующее нововведение — это реферальные коды. Вы сможете создать свой реферальный код и раздавать его новым игрокам. Они проводят время в игре и получают награды, а вы тоже за это получаете награды. Вот мой код. Также был обновлен ассортимент одежды. Был добавлен новый раздел костюма и более 70 предметов одежды. Показываю несколько примеров уже готовых костюм. Из раздела костюма. Теперь шанс встретить игрока с такой же одеждой стал невозможным. Следующая новинка — это ежедневный бонус. Бонус будет давать награду, которую получает игрок при входе в игру. Можно забрать одну награду за день. Это могут быть алмазы, патроны, автомобили и многое другое. Новый день — новые награды. А теперь я сейчас покажу то, чего игроки так давно ждали. Была добавлена новая работа в онлайне. Это работа полицейского. Теперь вы сможете пойти на службу в полицию и бороться с преступностью. При наличии необходимого авто вас принимают в ряды полиции и вам выдается начальная форма, а также регулярная зарплата. Также на службе имеется 15 званий. У каждого звания есть свой состав званий. Например, у сержанта есть также младший сержант и старший. При достижении определенного количества опыта нужно съездить в полицейский участок для повышения звания. Также каждые несколько званий вам выдается новая форма и доступ к покупке нового служебного авто. Чтобы наказать преступника, вы должны обезвредить его. И у вас появляется выбор — отправить его в тюрьму или заставить платить штраф. Был обновлен один из полицейских участков, а старый был снесен и забыт навсегда. Вот несколько кадров нового участка. Кстати, на кадрах показана майнинг ферма. Скорее всего, отсылки на реально сбывшийся случай. Аналогичный участок был также добавлен и в другой город. Стоит также отметить высокую конкуренцию. Так как полицейским может стать любой юзер, тюрьма теперь функционирует и теперь сюда можно посадить нарушителя. Он будет отбывать свой срок. Длительность срока зависит от тяжести преступлений. Разумеется, спавнить машины или покупать оружие нельзя, но может работать, таская картошку. Но будьте с ними нежными, им могут надоесть ваши постоянные пытки и попытаться сбежать. Локация тюрьмы была переработана и был добавлен небольшой тунель под тюрьмой, где заключенный способен совершить побег. Также, если обычное гражданское лицо проникнет на территорию тюрьмы, он будет объявлен в розыск и в него возникнут большие проблемы. В туннельчик не хочешь прогуляться? Там отсылка на черепашки-ниндзя. Иди сюда, я тебе покажу. Ладно, никогда так не делайте, но... Никогда, короче, так не делайте. Но если вы боитесь темноты и не хотите совершать побег через туннель, вы всегда сможете сократить тюремный срок путем дачи взятки. К сожалению, играя за полицейского, использовать оружие на эрпы в серверах невозможно. Либо же вы можете пощадить нарушителя и заставить его выплатить штраф. Теперь поговорим о том, чем противостоять преступникам. А противостоять им будет обновленное оружие. Теперь каждое оружие можно улучшить, чтобы, например, наносить больше урона. Улучшать оружие мы будем при помощи нового ресурса. Пока что его можно купить в магазине. Больше мне неизвестны другие способы его получения. Во время модификации может произойти не только улучшение, но и также поломка или вообще ничего. А также на оружие можно наносить нововведенные скины, которые можно купить прямо в магазине. А также можно получить, открывая контейнеры. Также броня получила тоже свою функциональность. Теперь броня дает вам дополнительную защиту от урона. Наконец-то броня теперь не только визуал, но и теперь решающая деталь в каких-либо сражениях. Персонажу нужно несколько секунд для того, чтобы надеть ее на себя. Также визуально броню можно выключить, и тогда ее не будут видеть даже игроки. В этом обновлении обновился автопарк. Было добавлено 17 новых машин. Сейчас я вам продемонстрирую все новые машины из нового обновления. Я не луха мечты, в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, Только, кстати, не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь, И тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жизнь устал, И тебя нарисовал, я тебя нарисовал. И картина моя рисовал ее я. Вдруг разжил образ твой, Улыбнулась, Сказав нежно, прости, Ты меня не ищи, Ты скажу... Все эти машины красивые, конечно, Но броневик заслуживает отдельного внимания. Согласен. Он способен выдержать 3 магазина автомата Калашникова. В то время, когда КамАЗ и Приора выдерживают всего по одному магазину. А на подрыве Си-4 вообще может пережить аж 7 раз и только на 8 сдаться. Так что больше никакие юзеры вам не страшны. Но по какой-то странной причине у него не бронированные стекла. И это весьма странная вещь, Так как это должно быть вообще на всех бронированных машинах. Зато этот броневик можно тюнить. И даже придумать свой винил на него. Или уже купить доступные винилы. Помимо нового транспорта, Был также переделан старый транспорт в более высокое качество. Смотря на некоторый обновленный транспорт, Не сразу можно увидеть изменения. Но смотря на другой транспорт, Можно вообще не понять, Новая это газелька или старая. Следующая новинка – это безопасные зоны. Безопасные зоны – это небольшие участки, Где мирные и полицейские не получают урон. Только мирное общение. Отныне на серверах свободной игры Будет несколько безопасных зон, Отмечены на карте зеленым цветом. Их целых 28 штук. Красная зона, если что тюрьма. Но если вы хотите драться, И вы хотите навалять рандомному игроку, Вы станете дулистом. Если будете пытаться нанести урон своей цели, И в случае, если цель ответит в ответ, То вы можете драться даже в безопасной зоне. В новой обнове добавили новые радиостанции. Примеры я дам прослушать быстро, Так как они защищены авторским правом. И еще одна новая механика, Которая дает возможность управлять автомобилем в полете. Не знаю, зачем она, ведь про нее все забудут. Но все равно круто. Паркуристы оценят. Хотя нет, смысл есть так, Как она помогает перевернуться. Также в игру было добавлено обучение. При его активации вам покажут Ближайший путь до ближайшей работы. Но я его не прошел, Поэтому не смогу показать, Как оно проходится полностью. Ну а теперь обсудим минусы обновления. Я без понятия, почему разрабы не додумались это сделать. Но теперь, если в вашу тусовку заехал какой-то неадекват, И вы решили устранить его, Или вы захотите намеренно провести пару боев со своим другом, То вам придется постоянно огребать от ментов. Так как никакой зоны, где можно легально драться, Даже в качалке не сделали. Еще упомяну эвакуатор, Который раньше работал на 5 звезд, А сейчас на минус 5 звезд. Ну и по традиции покажу пару багов. В смысле мирного. Он красный был, алло, какой мирный. Вообще у меня М-ковую. Я еще ее не доставал даже. Что, мужики, как вам обнова? Хрень собачья на атомных реакторах лагает. А когда ты в полицейском участке загруженном, То там же жопа. А теперь пару слов об обновлении. Последние две обновы дали нам очень крутые новые механики для онлайна, Которые сделали игру более интересней для игры в онлайне. И самого крутого это голосовой чат и анимации. Благодаря им игра стала дышать глубже. В этой же обнове самое крутое это служба в ментовке, А также функционирующая тюрьма. Я вот никогда ни при каких обстоятельствах не подумал бы, Что в М-2 будет работать тюрьма. Я тоже не подумал бы, братан. Так что кто ждал подобной работы в онлайне, Поздравляю вас, вы дождались. И если каждые полгода будет выходить обновы, Связанные с онлайном, Например, в будущем добавят кланы, А также добавят механику наказаний и администраторов на серверах Для борьбы с читерами, То игра будет жить еще очень долго. Ведь этой игре нужно только одно. Это как можно больше взаимодействий между игроками, А не грандиозные режимы парковки. На этом все. Всем спасибо за просмотр, Ставьте лайки или дизлайки. Напоследок открою новый контейнер. Всем пока. Ну ладно.